Всем привет, друзья! Не так давно компания Realme выпустила свои первые часы, умные часы, которые называются Realme Watch. Вот так вот они выглядят, но это просто на упаковке, как они нарисованы, да, очень напоминают часы от компании Apple, Apple Watch, даже упаковка сама тоже такая продолговатая, очень напоминающая Apple-овскую продукцию. Стоят эти часы сейчас официально в России 6000 рублей, иногда продаются со скидкой за 5300-5400, но я купил их с сайта Алиэкспресс, то есть я их заказывал с Алиэкспресса, там они тоже продаются, это глобальная версия, не китайская, там они стоят чуть дешевле. Ну и давайте мы их распакуем, все-таки это первый, первый опыт компании Realme в часовом рынке, сейчас вы знаете, все тоже китайские компании стараются делать не только телефоны, но они также делают и фитнес-браслеты, и пауэрбанки, и часы, чтобы как-то расширить свой ассортимент, чтобы соперничать с теми же Apple, Samsung, чтобы становиться больше, больше и людей притягивать к себе, как бы в свою такую семью. Такая же коробка, как и у всех телефонов, желтого цвета, у меня вот здесь есть парочку Realme, у них фирменный цвет, это желтый, вот посмотрите, у меня Realme 6 Pro, также у них были выпущены недавно наушники Realme Buds, тоже очень хорошего качества, тоже похоже на Apple-овскую продукцию, тоже в желтой коробке. Вот, видите, у них такой фирменный стиль прослеживается. Примерно 5 тысяч, даже 4 там чем-то, 4 300, они стоят на Алиэкспрессе, то есть дорого ли это для фитнес, для умных часов? Ну, я считаю, что это недорого, ну и немало, ну и недешево, да? Это такая нормальная сумма, за которую и должны примерно продаваться часы. 30 тысяч, как Apple просит за свои там Apple Watch, но я никогда не готов отдавать, но это 30 тысяч, это уже по сути можно хороший компьютер собрать, можно купить хороший очень смартфон. То есть, ну я не знаю, за 30 тысяч купить часы, это по мне очень дорого. А вот 5 тысяч, да, это еще как бы терпимо. Так, блин, все тут так снимается. Вот, все, немножко почта, правда, помяла, помяла коробку, вот здесь небольшая вмятина, но я надеюсь, что сами часы не пострадали. Открываем. Открывается все так, прям такая серьезная коробочка. Раз, и вот они, тадам, часы лежат с защитной пленкой. У меня часы черного цвета, с черным ремешком, но ремешок меняется. Ремешок меняется, его можно отсоединить, купить какой-нибудь другой, если вам не нравится черный. И вот защитная пленочка на самом экране. Отрываю. Здесь как раз отчетливо видны границы экрана. Экран у нас не на всю область вот этого циферблата, а внизу есть рамка. И здесь есть такая надпись, не знаю, будет сейчас видно или нет. Еле-еле заметная Realme. Ну, сейчас ее слабо видно, она очень такая блеклая. Вот здесь надпись Realme. Значит, что по кнопкам? Ох, прикольно. Здесь такой, это металл или пластик, интересно. Боковая рамка такая, знаете, вот как из металла. Внизу, внизу разъем для зарядки, вот это два контакта. Дальше это у нас датчик сердцебиения. Вот так снимается браслет. Таким вот образом, вот эту штучку так вот тянем сюда. Раз. Сейчас, эх, у меня сейчас ногти подстрижены, тяжело будет. Вот-вот так тянем и ремешок снимаем. Плотно он сидит, не буду сейчас снимать, чтобы потом его еще вставлять. И всего лишь одна кнопка, одна кнопка справа, вот она. Сейчас я ее зажму, наверное, включу часы. Да, вот, зажимаем кнопку, как на телефоне, справа кнопка включения. И часы включаются, пишут мне, чтобы я выбрал язык, русский. Теперь нужно отсканировать QR-код, чтобы скачать приложение. Давайте. Но перед этим мы посмотрим, что еще в комплекте идет с этими часами. Ничего не должно идти, кроме как зарядка. Все. С такими вещами ничего, как правило, не идет интересного. Только зарядка, чтобы зарядить. Ну, собственно, вот, да, зарядная станция. Вот так вот, получается, примагничиваются они сюда. Все, видите, на магните. И мы их втыкаем, эту сторону, в блок питания и заряжаем. Блока питания здесь нет, как вы видите. Но можно использовать от своего телефона, либо от еще откуда-то. У всех они дома по-любому есть. Вот. Все, коробку мы убираем назад, чтобы она нам не мешалась. И теперь будем скачивать приложение. Так, сканируем QR-код. Эй, сканируйся. Что-то не хочет сканироваться. Ну-ка, следующий, если. Вот, все. Пригодные данные не обнаружены. Не понял. Что, приложения на iOS еще нету, что ли? Прикол. Ну-ка, еще разок. Пригодные данные не обнаружены. Может быть, только на Android. Сейчас попробую с Android. Что-то тоже ничего не получается. Выдает он мне какой-то код. А как перейти? Как скачать? Видите, вообще просмотр кода. Ну и зачем? Поиск в интернете. Что-то совсем другое. Так что, ну сейчас буду искать в интернете, какое приложение скачать. Потому что ничего не получается, к сожалению. Короче, ребята, посмотрел. Оказывается, надо скачивать приложение Realme Link. Запомните, если у вас будут эти часы, Realme Link. Устанавливаем. Итак, братва лихая, что делать дальше? После того, как вы скачали приложение, вы должны создать Realme аккаунт. Если у вас его нет, создавайте. Если у вас он есть, вводите свои данные. Все. Дальше. Нужно выполнить привязку. Телефон привязать к часам. Нажимаем плюсик. Здесь выбираем часы. Realme Watch. Идет поиск. Перед этим надо включить еще Bluetooth на телефончике. Сейчас я включу. А, у меня включен уже Bluetooth. Идет поиск Realme Watch. Так. Ну-ка. Найдет он их или нет? Ага. Вот он нашел. Realme Watch. Нажимаем. Подключение. Держите устройство рядом с телефоном. То есть нужно их держать рядышком. Чтобы они по Bluetooth связались между собой. Так. Часы провибрировали. Нажимаем подтверждение. Привязка завершена. Начало работы. Так. Выберите пол. Мужской. Дату рождения. Ну, пускай будет, например, такая. Дальше что нужно? Рост. Ой. Смотрите. Фунты. А есть сантиметры. Такой пускай будет. Также килограммы. Пускай такие будут. И ваша цель. Сколько шагов вы хотите проходить в день? В день. У меня стоит обычно на Mi Band тоже 8-9 тысяч шагов. Поэтому оставим 8. Нормально. Все. Realme Watch подключено. Давайте посмотрим на сами Realme Watch. Что они из себя представляют? Ну, такой вот квадратненький дисплейчик. На руку надеваются легко. Защелкиваются. Так. Сейчас. Подождите. Как же они тут защелкиваются? Ой. Я что-то немножко перепутал. А как их реально застегнуть? Что-то я неправильно делаю, что ли? Так. Да. Неправильно. Это их надо, получается, сначала вот так. Сейчас. Подождите. Вот. 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 Как? Сейчас. Сейчас мы зацепим. Ну, давай. Иди сюда. Давай. 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 Иди сюда. Ну. Ну. Давай. Оп. Есть. Есть. Защелкнул. И теперь вот этот вот ремешок вот сюда вовнутрь. Вот так вот. Бах. Слушайте, ну не особо удобно, я скажу вам, по застегиванию вообще неудобно как-то. Ну, вот типа того, да? Вот типа того. Все-таки видно на солнце, что экранчик здесь не во весь, не во всю площадь циферблата. Нижняя рамка подбешивает. Надо было делать побольше. Ну и, собственно говоря, что? Как они включаются? С помощью кнопки, да? Так, включаю. Здесь у меня heart rate сразу почему-то отображается. Вот такой вот стартовый экранчик. Немножко подлагивает листание. Вот смотрите, вот это вот первое открытие, видите? Чуть-чуть с таким подлагиванием. Вот нет той плавности, что на Apple Watch. На Apple Watch, конечно, все очень плавно, но здесь немножко такой как бы небольшой фриз. А вот когда листаешь уже в менюшке, более-менее четко все. Вот. Все на... Почему-то на английском. Может быть, сейчас можно поменять на русский. Это же не дело. Все на английском. Яркость. Смотрите, можно поставить 100%. 10. Короче, от 10 до 100. Это регулировка. Power Saving Mode. Это энергосбережение. Vibration. Это вибрация. Можно поставить слабую вибрацию. Low или Medium. Или High. Самую высокую вибрацию. Я поставлю слабенькую. Дальше. General. Все что ли? Все настройки. Custom. General. System. Custom. А, ну вот, да. Здесь можно менять. Система. Тоже нету языка. About. Это информация. Но я не могу найти языка. Может быть, в настройках приложения. Сейчас попробуем найти. Wake Screen. Да, что-то вот как-то, знаете, немножко подлагивает сенсор. Какой-то он здесь заторможенный. Я сейчас нажимаю. Он вообще ничего не хочет. Эй. Что это такое? Камера. Ну, камеры здесь нет. Это можно с помощью часов управлять камерой. General. Так, здесь я был. Custom. Что можно отрегулировать? Wake Screen. Wake Converse Race. Это, как я понимаю, чтобы преподнести, чтобы экран заработал. Видите, какой сенсор. Хочу нажать On, но не получается. Просто не получается. Ладно. Heart Rate. Хочу нажать Off. Вот, Off получилось. Ну, все на английском. Нужно сейчас разбираться в приложении. Может быть, я их сейчас как-то смогу настроить на русский. Agree. Так, идет синхронизация. Настройки. Здесь вниз листаю. Но я не могу найти. К сожалению, язык русский я найти пока не могу. Может быть, он будет потом. Может быть, обновление нужно скачать. Вот сейчас пошла загрузка обновлений. Может быть, сейчас у меня прошивка новая придет. И там уже появится русский язык. Очень на это надеюсь. Прошивка скачалась. Нажимаем Обновить. И должно сейчас начаться обновление. На телефон должна начаться передача этой версии. Но пока 0%. Вот, все, пошло. Завибрировали. Пошел апдейтинг. Вот, ребятки, все. Обновление прошло. И что я могу сказать? Часики начали работать на русском языке. Русская прошивочка появилась. Вот так выглядит рабочий стол. На самом деле, довольно-таки примитивно. Здесь у нас еще есть вот такой рабочий стол. Такой. 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 И такой. То есть, вариантов не так много. Но выбор есть. Давайте поставим вот такой вот. Техтранстендер какой-то. Отображается дата, время, секунды, количество калорий сожженных, количество шагов пройденных. Ну и месяц. Вот такая вот информация здесь отображается. Что по функционалу? На самом деле, функционал примерно такой же, как в фитнес-браслетах. Например, в тех же Xiaomi Mi Band. Многие про них знают. Да, это фитнес-браслеты, которые у Пола России, мне кажется, уже есть. Эти фитнес-браслеты. Дешевые, хорошие, качественные фитнес-браслеты. Что у нас есть? Ну, во-первых, тренировка. Тренировка. Какие тренировки? Бег, ходьба, плавание, велосипед, аэробная какая-то емкость. Что это за аэробная емкость? 12-минутная пробежка для теста VQ и Max. Ну, короче, пробежка. Просто пробежка. Откройте мобильное приложение и служба по местоположению. Да не хочу, я хочу выйти отсюда. Немножко неудобное управление. Мне не нравится, что здесь всего одна кнопка. Надо было здесь хотя бы еще одну сделать. Вот эти свайпы, которые должны быть, как бы приводить действие назад, они не всегда работают. Уровень измерения этого кислорода в крови. Вот сейчас мы померяем. Я не знаю, как это хитрым образом он может просто, очутившись на моей руке, померить уровень кислорода. Мне кажется, это все фейк, конечно, голимый. И доктора смеются над этим показателем. Но все равно вот сейчас все бросились мерить уровень кислорода в крови. То есть сейчас Mi Band, Honor Band. Все начали это мерить. 98%. Вот я даже не знаю. Я не медик, я не знаю. Это хороший показатель или это плохой пульс. Я знаю, какой нормальный должен быть. Текущий пульс 90. 70. А как так? Пульс меряется. Видите? Все. Давайте попробуем измерить пульс. Ну, он должен сейчас показать где-то 80-70 ударов в минуту. Так. 57, 56. Что-то совсем мало. 61. Пока еще меряет, замеряет. 80. 80 ударов в минуту. Ну, в принципе, пульс может быть и правильный. Результаты тренировок. Это то, что как вы тренировались, сохраняются все результаты. Мониторинг сна также есть. Это тоже давнишняя функция. То есть вы одеваете эти часы, с ними спите. И потом он смотрит, во сколько вы вошкались, во сколько вы не вошкались. Глубокий сон, неглубокий сон. Музыка, соответственно. Вы включаете музыку на своем устройстве. И с помощью часов вы можете пролистывать, например, треки. Например, там. Едете в автобусе. Этот телефон положили в карман. В наушниках слушаете музыку. И переключаете треки. Переключаете треки. Делаете громче. Тише. Очень удобно. Вот. Кстати, вот эта еще кнопка отвечает за действие назад. Ее нажимаем и попадаем назад в меню. Камера смартфона. Что это такое? Нужно достать свой смартфон. Включить удаленная камера. Получается режим. Так. Теперь зайти в камеру. Вот смотрите. Я нажимаю спуск. И у меня делается фото. Я не знаю. Это тоже функция такая не очень прикольная. Не очень понятно, как ее использовать. То есть ты на часах нажимаешь кнопку. И на телефоне у тебя сохраняется эта фотография. То есть делается фотка. Зачем я буду делать так, а не вот так, пока я не могу. Сценарий использования. Может быть телефон куда-то далеко поставить. На штатив. Отойти с часами и на часах нажать эту кнопку. Может быть это как-то и удобно. Но пока вот я не вижу этому применения еще. Кроме как этого. Поиск смартфона. Сейчас вот видите. Например, если вы потеряли где-то дома смартфон, но часы на вас надеты, вы можете нажать вот эту вот кнопочку. Поиск смартфона. Старт. Часы начнут. Точнее смартфон начнет у вас воспроизводить музыку, чтобы вы его ну как бы подобрали. Дальше что еще? Медиация. Медитация. Медиация, говорю. Медитация это надо вот так вот надел часы, да? Сидишь, расслабился. И потом вдыхаешь. Он тебе пишет, как вдыхать. Посмотрите. Сделайте вдох. Ну и вот так вот сидишь, вдыхаешь, выдыхаешь, короче, и нормализуешь дыхание. Будильник можно поставить на часах. Например, вот мне надо встать сегодня в 7.00. Поставил будильник, надел часы, они тебя разбудят. Будут вибрировать, ты почувствуешь, проснешься. Секундомер. Если нужно что-то засечь, нажимаешь кнопку, все предельно просто. Есть две кнопки. Остановка, пауза, точнее, да? Или, смотрите, вот это дополнительный круг. То есть вот, например, кто-то пробежал или что-то там случилось, ты раз нажал, чтобы замерить. Раз, потом раз остановил, все сбросил. Пошел дальше. Что еще есть? Погода, можно посмотреть погоду, но для этого нужно подключить в интернете. Интернет, чтобы был на телефоне, там синхронизация, что еще, GPS. Ну и настройки. Персонализация, включение экрана для поднятия, мониторинг пульса. Вот, я вот почему-то не могу включить включение. Почему это заблокирована функция? Может быть, через приложение нужно делать? Ну, в настройках особо ничего такого интересного нет. Нет, и по факту это реально вот тот же самый фитнес-браслет, просто с чуть увеличенным экраном, с чуть другим дизайном. И, собственно говоря, все. Что интересно по приложению? По приложению можно выбрать темы для часов. Здесь вот, кстати, есть дополнительные темы. Например, вот заменить. Например, убрать какую-то вот эту тему и поставить сюда вот эту. Раз. И у нас на часах будет другая тема. Или, например, вот так вот можно ее заменить. Поставить, да, установить. Я ее установил. Да, вот. Через приложение. То есть мы берем, просто выбираем, например, раз, поставили. Раз, поставили. То есть вот так вот тыкать, тыкать. Ну и потом, когда будет обновляться приложение, я думаю, что здесь будут появляться новые темы. То есть будет все время коллекция пополняться. Дальше что еще можно? Включить уведомления. Например, вот каких-то приложений. СМС-ки, звонки, чтобы все у вас приходилось сюда. Чтобы вы, например, сидите где-нибудь на работе, ваши часы завибрировали, и тут выводится СМС-ка, например, от мамы или вот вашей девушки там. Привет, как дела? И ты достаешь телефон, уже с него отвечаешь. С часов, конечно, ответить нельзя будет. То есть это чисто, чтобы, ну, ты знал, что тебе что-то там пришло. Напоминание о подъеме. Ну, это то же самое, что у фитнес-браслетов. Например, если ты долго сидишь неподвижно, например, час, да, часы тебе вибрируют, говорят, встань немножко, разомнись, ты давно не двигался. Напоминание о воде можно поставить, чтобы вы, например, пили воду. Можно поставить каждые 15 минут, чтобы он вам напоминал, чтобы вы сходили, выпили воду. Но это, например, кто лечится, может, кто подсел на какую-то водную процедуру, я не знаю. Ну, говорят, что полезно пить воду, там, 2 литра, да, может быть, для таких людей. Ну, короче, это реально вот типа такое устройство полезное для людей, которые занимаются спортом, следят за здоровьем. Незаменимая штука. Удобно, удобно, реально удобно с ней. Мониторинг пульса. Можно поставить каждые 5 минут, но тогда будет быстро разряжаться батарея. Можно вообще выключить, чтобы он у вас пульс автоматически не измерял. Цель. 8 шагов. Ну, смотря, сколько вы ходите, можно себе сначала, если вы хотите больше двигаться, поставить цель там 3000 шагов. Каждый день выходить на улицу, ходить. Через неделю чуть увеличить, там, поставить там 5000 шагов. И так постепенно за лето, чтобы вы больше двигались, скинули, например, там 10-5 килограмм. Ну, например, да, погода. Погоду можно, да, тоже, чтобы выводить на это устройство, чтобы к телефону не лезть, не смотреть, сколько там, какая погодка будет. Вот еще какое-то обновление идет. В общем, вот такой вот функционал. На самом деле ничего супер экстраординарного. Обычный функционал. Все это совпадает как на фитнес-браслетах, так и на умных вот этих китайских часах. Просто у кого-то отличаются эти показатели по качеству, да, там у кого-то лучше, у кого-то хуже, там, считают шаги, у кого-то дольше батарея, у кого-то меньше, у кого-то такой дизайн, у кого-то другой. Но по факту это все одно и то же, вот реально одно и то же. Просто функционал пока что совпадает. Никто не делает пока вот какой-то революции в этом смысле. Интересно, если бы они научились мерить давление или какие-то еще более интересные показатели. Либо чтобы экран стал во весь прям корпус. Тоже было бы здорово здесь. Это экран, как я понимаю, не супер AMOLED. Это IPS матрица. По ней видно, да, что черный цвет. Здесь не такой черный, это серый такой экранчик. То есть могли бы сделать AMOLED экран. Но тогда бы, наверное, стоимость часов выросла. В общем, вот такие вот часы. Ссылку я оставлю в описании. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok